Я читал, что «Песнь песней» — это аллегорическое произведение о любви творца к евреям. Вы согласны с этим? Да. Но ведь текст изобилирует недвусмысленными любовными подробностями. Я сам читал, видел переводы Сенина на русский язык в поэтической форме. Ну, красиво. А вопрос такой. Мы же сейчас не опубликуем на сайте такое произведение похожего содержания, но современного автора. Почему? Потому что мы не царь Солома. А что нам это помогает? Дело в том, что если обратить внимание, первый комментарий, который говорит Раши на Ши Рашире, он цитирует Раби Акива, который говорит, что все книги Танаха — это койдыш. «Аши Рашире им койдышка дошем святы». То есть, все это святое, а койдышка дошем — это святая святых. Что здесь имеется в виду? Что Раша хотел сказать и что хотел сказать Раби Акива? У меня есть традиция от моих учителей, что почему именно в такой форме Всевышний, царь Соломон выбрали выразить отношения еврейского народа и Всевышнего. Потому что форма этого примера, этой аллегории — это тоже свято во глазах Всевышнего. То есть, наше сознание, оно напичкано, и оно привыкло к отношению дочерних религий, к отношению между мужчиной и женщиной, которые говорят, что грехом Адама и Хавы был первородный грех, и то, что они вступили в интимные отношения и так далее. Это абсолютно... Для меня всегда была загадка, каким образом произошла эта подмена, потому что вроде Бог говорит сам, плодитесь и размножайтесь. Дело в том, что в Торе много запретов на определенные связи, и есть принципиальный спор между Рамбаном и Рамбамом, почему Тора в принципе запрещает некоторые связи. Есть позиция, что из того, что Тора запрещают многие связи, это значит, что связи в принципе нежелательны как таковые, и поэтому те из них, которые в принципе легкодоступны, поэтому их есть ограничения. Но есть мнение, которое обригорится абсолютно не так, просто-напросто есть разрушительное и есть созидательное. Связь в любви между мужчиной и женщиной — это связь созидательная, связь положительная, связь, когда именно приходят, присутствие Всевышнего в этот мир. И это принципиальный подход иудаизма. Именно поэтому в этой форме аллегория написал-то царь Соломон. Человек, который в наше время будет это писать, его святости будет недостаточно для того, чтобы он это прочувствовал. Просто потому, что мы живем, как вы сказали, в 2017 году, и очень много на нас нового есть на нас. Но именно поэтому царь Соломон — это не мы, а мы — это не царь Соломон. Когда он это писал, это было написано свыше пророческим даром произведение, которое... Есть выражение Торы, которое получил царь Соломон, как пророк. Можете ли вы сказать с уверенностью, что читатель, современник царя Соломона, воспринимал бы это произведение так же, то есть с тем смыслом, который в него вложил царь Соломон, а все-таки не по прямому его описанию? Я считаю, что да.